Всем привет! На линии Григорий Комов и я продолжаю серию обзоров на недавно пройденные игры. Сегодня на очереди Индика от отечественных разработчиков от Метера. Игра противоречивая, вызвавшая недовольство в радикальных религиозных и патриотических кругах, но достаточно высоко оцененные игроками и журналистами. Я же попробую выдать максимально объективную оценку, насколько это возможно. Мы играем за монашку по имени Индика. Она девушка особенная, потому что в ее голове постоянно звучит голос. Голос дьявола, как она думает, но лично мне кажется, что у Индики просто крайне развитое критическое мышление. И это вступает в противоречие с ее окружением и образом жизни. Все вокруг ее ненавидят. Непонятно почему. Ну, видимо, потому что она странная и непонятная. А значит, опасный дружит с дьяволом. Индики дают поручение отнести письмо высокопоставленному священнику. Путь ее будет непростой, полный опасностей и испытаний. Испытаний ума и веры. Я не буду далеко заходить на территорию религии, веры и прочих вещей, не имеющих отношения к профилю моего канала. Обсуждать подобное публично в наше время небезопасно, ибо, как говорится, все люди равны, но есть те, кто немного ровнее. И тем не менее, несколько соображений по поводу содержания я все-таки посмею высказать в конце этого видео. Давайте сначала по форме. Тут можно только удивляться и хвалить. Настолько хороша получилась Индика. Выглядит, звучит, играется просто великолепно. Гордость берет за независимых отечественных игроделов. Индика, конечно, не ААА, но совершенно точно добротная и очень качественная Индия. И сразу же хочется отметить необычные художественные решения. Это касается странного дизайна игры. С одной стороны, это мрачный серый мир, монастырей, деревень, альтернативной России конца 19 века. А с другой стороны, это какие-то пиксельные элементы, яркие колечки, очки, которые можно, но на самом деле не очень нужно собирать. Пиксельные, двухмерные, восьмибитные сегменты игры радуют простотой и стилем. Такие дизайнерские решения у меня лично вызвали улыбку. Что гонки на паровых велосипедах, что ритмичные прыжки по лягушкам, ну и прочее. Все сделано очень круто. И напомню, все это пересекается с мрачным, аскетичным сеттингом русских деревень, монастырей, разрухи, бессмысленных жизней, смертей, комиссаров, угнетенных заводов, кладбищей. В общем, много вот этой самой русской хтони. Иногда дьявол как бы захватывает индику, и она начинает блуждать в искаженных пространствах. Вернуть окружение к первоначальному виду можно с помощью молитвы. Переключаясь между альтернативной и реальной реальностью, мы доходим до нужного труднодосягаемого места. А пока мы идем, играя с пространством, в голове властвует дьявол. Он нехидно размышляет о человеческой натуре, о роли бога, о справедливости и разумности, ну и так далее. Размышления эти крайне любопытные, талантливо озвученные, слушать их интересно. Правда, если остаться в режиме одержимый, речи дьявола будут воспроизводиться по кругу. И это, на мой взгляд, довольно странное решение. Мне оно видится драматургически неверно, но как будто бы выбивает из погружения в повествование. Но это лично мое замечание, вроде бы больше никто не жаловался. Очень понравились приколы в стиле ядерного титбита, когда авторы пытаются сочетать несочетаемое. Гипс Вайт, привет. Да, звучко очень. Ха-ха! Я говорю, что-то титбитное во всем этом есть. Опять этот драман бейс. И вот таких приколов под бодрый драман бейс довольно-таки много. Это выглядит броско и в каком-то смысле выбивает опору у игрока. Авторам удается уместить и в каком-то смысле поженить неженимое, так сказать. Церковные месса, драман бейс, пиксели, колечки, ехидный дьявол. На словах звучит как вакханалия, а по результату оно каким-то невероятным образом сочетается и выглядит весьма целостно. Ни технических неудобств, ни багов лично мною выявлено не было. Я проходил Индику на PlayStation 5 и игра работала великолепно. Иногда она подбешивала нудностью заданий. Например, натаскать воду из колодца и Индика делает это очень неторопливо. И пока ты натаскаешь пять ведер, ну, это может начать раздражать. Но я уверен, что подобные квесты сделаны авторами намеренно. Этакое содержательное высказывание. Мол, посмотрите, бесполезный, изнуряющий труд для инакомыслящих. Но это все содержательные моменты, я о них скажу чуть позже. А по форме основное я сказал, но все же я советую поиграть в Индику собственноручно, чтобы оценить это гей-дизайнерское буйство. Наши соотечественники соорудили, если не шедевр, то абсолютно точно добротный середняк, даже выше среднего. Плюс эта игра запоминающаяся, яркая, порой вызывающая бурные эмоции. И она великолепно выполнена с дизайнерской и технической точки зрения. Форма идеально обслуживает и подчеркивает содержание. А вот к содержанию у меня большие вопросы. Я атеист. Люблю фильмы ужасов и страшные видеоигры. Слушаю всяческий порой богохульный металл. Искренне презираю религиозное мракобесие. И, будучи помоложе, я занимался богоборчеством. Мне было важно показать и выразить свою инаковость. Это я говорю на всякий случай, чтобы вы не заподозрили во мне защитника церкви, агента РПЦ и так далее. Но даже я считаю, что здесь крайне однобоко показаны вера и религия. Поймите, я тоже не люблю идиотизм и жестокость в людях. Но это не свойство только верующих или послушных людей. Мразей хватает в каждом сообществе. Даже в самом либеральном обществе найдется свой Гитлер, который уничтожит миллионы во имя своих убеждений. Безусловно, у светского гражданина может быть много вопросов к церкви. По поводу роскоши, в которой купаются ее служители. По поводу поступков, высказываний отдельных ее адептов. Но ведь вера и религия не только про это. Для некоторых людей это и помощь, и утешение. Это помощь моральная, и материальная даже. Для кого-то это определенное целостное мировоззрение. Ну то есть это не только вот эта грязь, показанная в игре. А у меня сложилось впечатление, что самый положительный персонаж здесь – это дьявол. Его мысли разумны. Вопросы, которые он задает, и ситуации, которые он комментирует, все разложено по полочкам. И кажется, во всем происходящем вокруг безумия, голос дьявола – это единственный голос разума. Монашка Индика – она всего лишь игрушка в руках своих противоречий и гормонов. Она хочет как лучше, но окружающая действительность настолько сурова и настолько несовместима с христианскими убеждениями, что она неизбежно идет к отчаянию, выгоранию и какой-то внутренней духовной смерти. И я не увидел здесь ни надежды, ни света, ни какого-то движения. От начала и до финала мы наблюдаем, как Индика и ее спутник возятся в грязи. И заканчивают они примерно там же, где и начали. Опять это русская хтонь, безысходность, зэки, комиссары, церкви, грязь, разруха, болото. Ну окей, окружающая действительность не поменялась, допустим. Но ведь не поменялись и сами герои. Где пресловутая дуга характера? Вот если честно, финал игры я абсолютно не понял. Я лишь почувствовал отчаяние главной героини и какую-то пугающую безысходность во всем этом. Но высказать осмысленными словами идею игры я не могу. Я признаюсь, я ее не понял. Я лишь хочу сказать, что люди разные. Бывают плохие и хорошие. Среди них есть верующие и атеисты. Белые и черные. Желтые и красные. Мир очень сложно устроен. И религия часть этого мира. Со всеми плюсами и минусами. Но рисуя однобокую картину, вы всего лишь приумножаете озлобленность. Зачем это делать? Я не понимаю. Что хотели сказать в конечном итоге? Я тоже не понял. Наша страна это не только грязь, заводы и прочее. Вот это вот нарочито утрированное в игре. Да, можно сказать, что это альтернативная Россия. Но высказывания здесь все равно считываются именно таким образом. Разная у нас страна. И люди в ней очень-очень разные. Если бы мы увидели путь преображения героя от плохого к хорошему. Или наоборот, от хорошего к плохому. Такое тоже допустимо. Вот это было бы в тысячи раз интереснее. А здесь, несмотря на то, что по сюжету наши герои всегда в дороге, по сути они топчутся на месте. Они топчутся в гигантской грязной луже своих незначительных жалких жизней. Но повторюсь, в целом и общем Индика произвела на меня хорошее впечатление. Соотечественники, игростроители большие молодцы. Честь им и хвала. С нетерпением ждем новых игр. Будем покупать и всячески поддерживать. Критика содержания Индики это моя личная точка зрения. Я ее никому не навязываю. Если вы уловили что-то, чего не понял я, готов к конструктивной дискуссии в своей телеграм-группе или в комментариях. Уточняю конструктивной дискуссии без ненависти. Ее и так хватает вокруг. Очень хочется видеть игру на физическом издании на своей полочке. Я бы даже купил какой-нибудь Deluxe Collectible Edition, если такой будет. Отечественный игрострой важно и нужно поддерживать. На этом все. Берегите себя, берегите друг друга. Все будет хорошо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!